Сегодня прочитаю поэму памяти моей бабушки Шершова Лидии Тимофеевны. Она называется Лидия и состоит из 91 отрывка по числу лет ее жизни. Отключительной чертой моей бабушки всегда являлась ее речь. Она умела сказать очень метко и по-любому в случае фразу, которую потом хотелось повторить или вспомнить еще и еще. Поэтому, когда она умерла, ее слова крутились у меня в голове, слова, которые она говорила по самым разным поводам. Из этих фраз, собственно, и состоит текст этой поэмы. Поэма Лидия, первая. Внучка, что? Стой, дай на тебя посмотрю. Второе. Тебя хотели назвать в честь меня, еще одной твоей бабушки Лидии. Потом твоя мама решила, пусть будет разнообразие, но все равно сказала, впервые увидев тебя, да это вылитая бабушка. Третье. Кормилица выколола иголкой левый глаз, мне и года не было. Прижала к груди, не заметила. Потом в детстве меня пытались украсть цыгане. Быстро вернули, наверное, из-за глаза. Четвертое. Помню, нравился очень Мишка. Ох, как нравился. Красивый он был, моряк. Девки так и липли к нему. Вот как-то пошли все на танцы. Он со мной потанцевал, с другой. Вижу, идет ко мне. А я ему сказала, нет. Зачем он мне? Красивый, но не мой. Пятое. Раньше около сильно. Говор такой. Когда в Долгопрудный только приехала, подходили ко мне парни и спрашивали, как дела. Я смотрю буквы и отвечаю, хорошо. Шестое. Не дал бог тебе мои волосы. Вот у меня-то были. Бывает, придешь с мороза, а в каждом волоске по искорке. И щеки, щеки горят. Седьмое. Улыбайся почаще. Ты такая хорошая, когда улыбаешься. Когда серьезная тоже. Но когда улыбаешься, всегда еще хорошеешь. Восьмое. С твоим дедушкой Володей мы были знакомы давно. Дружили с семьями. Он был такой умный. Я и не думала, что такой обратит на меня внимание. А тут я собралась замуж. Утром уже должны были прийти сваты. Он забрался ко мне по лесенке в окно и говорит, давай в карты играть, а потом не выходи за него, выходи за меня. Девятое. С днем рождения, внученька. Желаю тебе всех небесных светил. Десятое. Ты сегодня математику повторяла, а английские глаголы Валентина Александровна спросит. Одиннадцатое. Вообще я была всегда слишком худая. Из-за длинных ног меня в колхозе дразнили. Называли Дон Кихот Ломанческий. Двенадцатое. Как дела, бабушка? Всегда лучше всех. Тринадцатое. Ты мой ангел, моя кровинка, моя ягода. Четырнадцатое. В магазине купи, пожалуйста, мороженое и кельчик. Пятнадцатое. Этот я упрямый, как баран. Шестнадцатое. Опять весь день пишешь и пишешь, и не кушаешь. Семнадцатое. Вот, возьми мяч с флагами разных стран. Теперь весь этот мир твой. Восемнадцатое. Стояла вчера в очереди на рынке. Подошел молодой парень. Бабушка говорит, такая вы замечательная. Просто прелесть. Поэтому я купил вам конфеты, печенье и колбасу. Девятнадцатое. Мама моя была полька. Полячка. Как правильно. Двадцатое. По телевизору бесконечный Киркоров. Иногда Басков. Двадцать первое. Ты так много читаешь, что могла бы стать президентом. Двадцать второе. Дедушка твой умер из-за того, что он делал топливо для подлодки, и на спину ему накапала ядерная вода. Двадцать третье. Ухаживали в колхозе так. Открываешь в пять утра окно, а там уже кавалер стоит с лопатой. Лидка, пошли картошку копать. Двадцать четвертое. Нужно двигаться. Я вот сегодня двигалась, а ты? Обязательно подвигайся, а лучше потанцуй. Двадцать пятое. Это что, ты поговорила, еду купила и фильм посмотрела из вот этой коробочки? Ну и дела. Двадцать шестое. Опростила его? Надо простить. Двадцать седьмое. Если человек обещает и не делает, не человек это, а балалайка. Двадцать восьмое. Иди сюда, я блинчики испекла, как на море ели с тобой и кофе сварила. Двадцать девятое. Крестовый король значит темненький, червонный, светленький или рыжий. Валет значит мальчик еще, а ты бубновая дама. Тридцатое. Я бы не верила в гадание, если бы однажды не гадали с девчонками в бане, и я не увидела в зеркале сначала Володю, а потом обоих своих сыновей. Тридцать первое. Была у Маши в катуаре, помогала ей по хозяйству. Потом сели ужинать, выпили вина, пели песню «Я люблю тебя жизнь». Ее сын играл на аккордеоне. Тридцать второе. Пироги с мясом. Ищи в левой дальней горе на подоконнике. В первых трех рядах только сладкие плюшки. Тридцать третье. И как можно столько спать? Ты так всю жизнь проспишь. Руки труд любят. Тридцать четвертое. Воспитывала двух парней. Ух, как это было сложно. И если твой дядя Сережа был тихий, то твой папа вообще неуправляемый. Говорит, ну пойду учиться на повара. И пошел. Тридцать пятое. Дедушка очень любил книжки. Пушкина собирал. Как думаешь, почему твоего отца зовут Александр? То, что не мог достать, Володя переписывал от руки. Ты видела его в тетради. Тридцать шестое. Давай сравним, кто загорел сильнее. Я или ты? Тридцать седьмое. Счастливым было время, когда я работала в лаборатории. Мы выращивали растения. Начальник был Юлик. Очень веселый и справедливый. Мы все время смеялись. Тридцать восьмое. А что значит голова болит? Просто у меня никогда не болело. Ни разу. Тридцать девятое. Надо причесаться, а то лохматая с утра хожу. Как ведьма. Сороковое. Если человек приснился, значит он о тебе думает. Позови его про себя, и он почувствует это. Сорок первое. Давай-ка развеселись. Будешь грустить, я тебя защипачу. Сорок второе. Хватит тут убираться. Это не твое. Иди позанимайся лучше. Сорок третье. Жили в одной комнате. Я, муж, свекровь, сестра моя, дети. Очень дружные все. И нам было хорошо. Сорок четвертое. Говорила я твоему дяде Сереже перед смертью. Не бери на рыбалку тот магнитофон. Сначала его избили, отобрали. Потом он попал под электричку. Сорок пятое. Ты губы яркие сделала. А мне накрасить можешь? Сорок шестое. Сегодня днем сидела в парке. Читала драйзера. Он у меня отлично пошел. Сорок седьмое. Когда война началась, мне было 12 лет. Я бросила школу и больше туда не вернулась. Такая судьба. Сорок восьмое. Еда — это жизнь. Ну чего ты так смотришь? Ты знаешь, что такое, когда ее просто нет? Сорок девятое. Мыть тарелки надо сразу, но потом не оставлять. Пятидесятое. А теперь давай в шахматы. Пятьдесят первое. Чувствую себя на 17 лет и не понимаю, что происходит с телом. Пятьдесят второе. Какая кошка? У нас две собаки. Ну на, вот вынеси молока ей. Пятьдесят третье. И что ты сказала ему? Правильно. Гордость должна быть. Пятьдесят четвертое. Вот у меня нет справки, что я ветеран. Потеряла все бумаги. Без бумажки ты в букашках. Пятьдесят пятое. Сейчас же все электронное в этом самом. В интернете. Пятьдесят шестое. Гляди, торт спекла. Называется зебра. Пятьдесят седьмое. Ты такие стихи пишешь. Кто бы тебе заплатил за них? Пятьдесят восьмое. Главное, чтобы любовь была. Тогда человек приятен. А если нет любви, всегда в нем что-то плохое найдешь. Пятьдесят девятое. Как себя настроишь, так все и будет. Шестидесятое. Столько ходить на литературные вечера, это слон упадет. Шестьдесят первое. У меня дом свой был и гараж. Теперь ни дома, ни гаража. Все продали. Только не надо было. Шестьдесят второе. Ну да, я смеюсь. А что, плакать, что ли? Шестьдесят третье. Эта квартира хочет меня убить, поэтому я в ней и расшиблась на ровном месте. Теперь ноги не держат. Шестьдесят четвертое. Прокручиваю в голове момент, когда я начала падать. Никак не могу понять, как это получилось. Шестьдесят пятое. Если никуда не выходишь, мысли дурные лезут. Очень переживаю. За тебя. Шестьдесят шестое. Ты же видишь, у меня происходит масса событий. Лежу. Шестьдесят седьмое. У отца твоего машина сломалась, ржавеет. Надо отремонтировать. Почему мы так быстро стареем? Шестьдесят восьмое. Сегодня прошлась до твоей комнаты. На ходунках. Смотрю, тебя нет. Пришла обратно. Очень рада тебя видеть. Шестьдесят девятое. От лекарств голова кругом. Семидесятое. Операцию, говорят, боятся делать. Видимо, так и не встану. Семьдесят первое. Налей мне шампанского. Ну да, я имела в виду квас. Семьдесят второе. Маше звонила. Ноет, что не приезжаю в катуар. Обижается. На двадцать лет моложе меня. Говорю, Маш, я ходить не могу. Не раздувай кадила. Семьдесят третье. Что делала сегодня? Работала? Умница. Была бы моя воля, я бы тоже поработала. Семьдесят четвертое. Не смогу теперь дочитать драйзера. У меня две книги не дочитано. Не вижу. Семьдесят пятое. Я ноги утром подняла. И вот так, вот так зарядку делала. Хоть как-то двигаться, чтобы. Семьдесят шестое. Тебе падает восьмерка пик. Слезы. Валет пик. Пустые хлопоты. И еще бы новый туз. Письмо. Но в раскладе есть благородный король. Значит, все будет не так уж плохо. Семьдесят седьмое. Что за вирус такой пошел? И когда он закончится? Семьдесят восьмое. Вот бы конфетку с чаем съесть. Но мать твоя мне не велит. Из-за диабета. Временно стало такое. Ничего. Нельзя. Семьдесят девятое. Кошка стала часто запрыгивать. Ложиться на грудь. Хорошо, что ты нас уговорила, и мы ее взяли. Это самая красивая кошка. Восьмидесятое. Уже не вижу, что показывает телевизор. Поэтому смотрю фильмы в своей голове. Вчера смотрела Тритополя на Плющихе. Сегодня знахаря. Восемьдесят первое. А люди в магазинах в масках сейчас? А в автобусах? А в метро? Ну, приехали. Восемьдесят второе. На улице тепло или холодно? Смотрю в окно. Битый час. Понять не могу. Восемьдесят третье. Не доучилась я. Жалко. На второй раз жизнь не проживешь. Восемьдесят четвертое. У меня нет денег на похороны. Вы же меня похороните? Проследи, чтобы все было красиво. Восемьдесят пятое. Всю ночь сон не в одном глазу. Спина болит. Бок болит. Ноги и руки болят. Все болит, не переставая. Восемьдесят шестое. Только не в больницу. Пожалуйста. Восемьдесят седьмое. Что значит у тебя из живота торчит трубка? Восемьдесят восьмое. Володя. Володя. Восемьдесят девятое. Нужно собрать кашу. Срочно. Повсюду со шкафов стекает каша. Ее медведи едят. И волки. Девяностое. В глазах народ стоит. Люди в белом. Здесь какой-то праздник. Девяностое первое. Здравствуй, мама. Я снова могу уходить. Какие у тебя были ощущения, когда написала это? У меня было чувство, как будто бабушка на одну секунду хотя бы. Оказалась вся целиком передо мной. И как будто я смотрю их в глаза. Бабуля. Привет. Привет. Здравствуйте, бабушка. Здравствуйте. Ну, как вы живы-здоровы? Да ничего. Вот. Пришли вас снимать на камеру. Ну, на нет. Ага, что это? На какую камеру еще? Ну, вот такую. На такую. Хотим, чтобы ты рассказала. Чего? Хотим, чтобы ты рассказала, как тебя цыгане украли. Это мне мама говорила. Меня зовут Лидия Тимофеевна Шершова. Родилась я в 1929 году. Помню себе, помню, как в детстве, в часов, годов, наверное, в 6-7 я с братом ездила за сеном косить. У нас была коза, и нам надо было заготавливать сено. И я за 6 километров ездила с ним, чтобы ему было не скучно. Согревала сено. И вот приедем мы, накосим сено, травы. Мы приедем очень усталые, а мы молодые, нам хотелось и побегать. Побегаем. Мы усталость, когда приедешь из леса, уже усталость не чувствуешь. Бегаешь с ребятами, играть. Жили мы бедновато. То, что у нас умер отец, когда мне был год. И нам приходилось помогать маме. Мы заготавливали и дрова. С братом ездили. Один день мы ездили с ним за пнями. За один день мы с ним накорчевали на целую машину. Под эти пни привозили. На машине, конечно. И разделывали, чтобы в печку можно было потопить. А расскажите, как вам молодой человек шоколадку подарил? А, это было, это еще маленькая, тянуська была. Наверное, лет восемь, наверное. Ну, как-то это. Пришли, у нас недалеко был магазин в переходе. И вот мы там пришли с ней. Что-то я выбираю. Ко мне подходит молодой человек. И разрешите мне подарить шоколадку. Я говорю, да что вы. Я в состоянии, говорю, купить сама. Нет, я хочу вам подарить. И вот он мне дарит шоколадку. Еще тебе, еще был случай. Стою я в перекрестке в нашем магазине. Это недалеко. Стою, выбиваю, все. Уже продукты купила. Выхожу ко мне, молодой человек, другой, это уже другой, в другом магазине. Дарит мне цветы, розу. Ты, по-моему, фотографировала. Сколько тебе было лет тогда? Дин, вот что-то не помню. Ну, сколько лет назад-то было хотя бы? Не помню. Ну, это мы на Красносельце жили. Дарит мне цветы, идет со мной. Я говорю, думаю, господи, не дай бог, до дома дойдет еще. Я говорю, возьмите цветы, подарите своей жене. Я говорю, а я спешу. Ну, он цветы, конечно, не взял. Но видит, что я его не принимаю. И он ушел. Ой. И на даче мне как-то один цветы дарит. Даже я не прошу. Мне все дарят. Я не знаю. Ну, короче, конечно, вниманием я была не оделена. И вообще во всей молодости я была не оделена вниманием. А потом у меня муж был. Однажды ему приснилось, что ко мне молодой человек пришел. Он ночью в больнице не спал. А как мы с Шершовым ходили по театрам. Когда я еще не замужем была. Он купит билет и мне пишет. Скажет, обязательно приходи. Вот я ходила на пиковую даму с ним. Но на работе, с работы устанешь. Я другой раз аж вот пиковая дама. Дремала. Мне стыдно было. А я засыпала прямо на ходу. Мы с ним в театр ходили. И мы с ним долго дружили с Шершовым. И однажды он меня проводил до дома. И это, видимо, задержался, прикуривает. А тут ребята гуляли, дворовые этого дома. За мной побежал по лестнице. И долго не выходил. И он подумал, что я с ним... Что у меня другое есть. Много всего было. Ой, вроде бы без ребят не было. И все хотят одного тоже. Все. Коварная ты женщина, бабушка. Очень коварная. Ужас. Ужас я издевалась. Так и что? Ужас. Ужас что был. Какое-то известие тебе должно быть. Хорошая? Ну, посмотрим по карте. Ой, три карты. Подожди. Вот здесь одну нужно положить. Много не об식у. Обязательно. Подожди. Ужас. Очень вкусно. Так. Какое-то. Здесь есть. осталось я с одной картой с какой с десяточкой десяткой неплохо это неплохо а что это может значить но интерес какой-то благорода благородного короля 4 сейчас будешь будущее смотреть будущее будешь смотреть а чего но следующий этап какой вот будешь сейчас выбираешь карты чтобы будущее посмотреть с чем останется кинуть к ты осталась и при дороге при исполнении желания прекрасно очень приятно прямо осталось лучше не придумаешь да хорошие карты действительно ой ну ладно чем ты будешь радоваться дорогой моя любимая часть чем будешь веселиться любовью чем все окончится денежным интересом прям вообще малина чем сердце успокоиться дорогой крестовой какая-то дорожка мне предстоит да я пока не знаю куда но очевидно будет скоро дорожка ну вообще ничего хорошо нагадалась самое главное все твои задумки исполнение желание должно быть отлично и денежная карта еще пола к тому же андрюш ну давай тебе